Нефтяной рынок вновь лихорадит. После небольшого роста черное золото опять теряет свои позиции. Котировки фьючерсов так и не достигли ожидаемой отметки в 60 долларов за баррель. Наш собственный корреспондент Вени Айсулу Кусаинова сделала обзор ситуации на рынке углеводородов, сложившейся за последнее время. Некогда взлетевшая до немыслимых высот, госпожа нефть со всего размаху провалилась в глубокую бездну, достигнув рекордно низкой отметки 45 долларов за баррель. Достигла ли она дна? Или это еще не предел, никто не знает. Потрясенным обожателям, оставшимся на берегу, остается только успокаивать себя прогнозом, что она может похорошать пуще прежнего, поднявшись до 200 долларов за баррель. Вестником вероятности такого исхода событий стало заявление агенте КАПК Абдалла Аль-Бадри о том, что если инвестиции на поиски месторождений нефти прекратятся, цены могут подняться выше исторических максимумов и достигнуть тех самых 200 долларов за баррель. Предположим, мы сократили добычу, тогда у нас будут резервные мощности. Добытчики, у которых есть избыточные мощности, не будут инвестировать. А если они не инвестируют, то отсутствуют поставки. А если не будет поставок, через 3-4 года случится нехватка на рынке, и цена пойдет вверх, и мы увидим повторение 2008 года. Может быть, цена дойдет до 200 долларов, если будет реальная нехватка поставок из-за отсутствия инвестиций. Ну а пока констатируем факты. За честь править балом на мировом нефтяном рынке сражаются две крупные фигуры – Америка и Саудовская Аравия. У первой запасы черного золота свыше 440 миллионов баррелей, у второй – около 270 миллионов. Но количество буровых установок в США стремительно падает. Нефтедобывающие компании сообщают о банкротстве и сокращении персонала. Нынешние цены на нефть эталонной марки «Брент», не достигшей даже 60-долларового рубежа, делают нерентабельной ее добычу в труднодоступных сланцевых залежах. А Саудовская Аравия заявляет, что свои объемы пока сокращать не планирует. По сведениям ее главного нефтяника в феврале, добыча углеводородов выросла на 130 тысяч баррелей в день и достигла 9 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия по-прежнему хочет способствовать сбалансированию цен на рынке. Но обстоятельства требуют сотрудничества с другими странами, не входящих в ОПЕК. А они пока решили не делать этого. У них есть свои причины. Но я хотел бы сказать, что Саудовская Аравия продолжает стремиться к консенсусу. Остальные страны лелеют надежду, что стоимость сырья наконец пойдет вверх. К тому же не за горами июньское заседание ОПЕК. Хотя именно после решения этой организации не снижать квоту на нефтедобычу в 30 миллионов баррелей в сутки, цены на черное золото упали. И пережив это, рынок волен сам устанавливать себе цену. А селу Кусаинова и ОМАС вручу Австрия Вена.